Динамо В полуфинальной игре Ивантиевский лидер встретился со вторым составом «Динамо» и обыграл его 6-3. В финале же ребята борются за золото с первым составом московского клуба. И тут они одерживают уверенную победу 6-1. На турнире лидеры хоккея. Скажи, пожалуйста, как тебе удается играть в хоккей с мальчишками? Просто я стараюсь и тренирую, чтобы не отставать от мальчишек. По итогам турнира лучшим бомбардиром становится Ивантиевец Максим Голощапов из команды «Лидер», набравший 23 результативных очка за 6 игр. На одну очку от него отстает еще один наш земляк Арсений Николаев. Он признан самым полезным игроком турнира. Его команда ИХМ становится пятой из восьми команд. В Ростове Великом прошли соревнования по волейболу среди девочек 2007-2008 годов рождения, в которых приняли участие 7 команд из Ивантеевки, Ярославля, Шуи, Калязина и Ростова. Ивантеевские волейболистки выиграли у всех команд и заняли заслуженное первое место. В спортивном зале Фубры проводился открытый весенний турнир по волейболу среди юношей 2002-2003 годов рождения. Ивантеевские волейболисты заняли первое место. Вторыми стали ребята из Красногорска, а третьими из Ногинска. В Чехове прошел турнир по боксу на призы олимпийского чемпиона Александра Поветкина. Ивантеевцы Матвей Жиленко и Федор Ларкин стали чемпионами, закончив свои поединки досрочно в первом раунде. Максим Корниенков и Григорий Шурупченков стали третьими. В Воронежской области состоялось первенство вооруженных сил по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. Дмитрий Бурмистров и Иван Диновей заняли третье место. В подмосковной Жуковке состоялся всероссийский турнир по тейквондо ИТФ на призы школы «Президент». Спортсмены школы тейквондо «Спектр» в отчаянной борьбе завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова